В подмосковном торговом центре «Белая дача» традиционно прошел очередной этап чемпионата Российской Автомобильной Федерации по сим-рейсингу, или, проще говоря, гонкам на симуляторе. В последние годы это направление киберспорта обретает колоссальную популярность, ибо предельно снижает порог входа в мир автоспорта, пусть и виртуального. Гонке нравится нам в том числе атмосфера азарта, адреналина, напряжения, атмосферы, которая концентрируется на сравнительно небольшой площади, даже если речь идет о полноразмерных гоночных трассах. И как раз наши мероприятия, когда звезды виртуальных гонок съезжаются на одну площадку, такие мероприятия совмещают в себе и доступность виртуальных гонок, и возможность создать стопроцентную настоящую гоночную атмосферу. Доступность, впрочем, тоже понятие условное. Спорт уровня чемпионата страны всегда подразумевает лучшее профессиональное оборудование. Наши соревнования проводятся на продвинутом профессиональном оборудовании. Каждый из симуляторов, который используется для гонок, стоит больше одного миллиона рублей. Соответственно, далеко не у каждого симрейсера есть возможность купить себе, собрать себе такую игровую установку и погонять на таком симуляторе. Это очень приятная и более чем актуальная возможность даже для топовых участников виртуальных гонок в нашей стране. Если вам кажется, что симуляторы интересны только игрокам, то не торопитесь с выводами. Спортивные драмы случаются и здесь. Например, фаворит гонки Дмитрий Назаров уверенно шел к своей уже третьей подряд победе. Но за 10 кругов до финиша столкнулся с пилотом, отстававшим на целый круг. Результат – пятое место и уменьшение шансов на чемпионский титул. При этом на высшую ступень пьедестала поднялся киберспортсмен Лука Королев. Я сегодня был, я бы сказал, где-то третьей быстрейшей машиной на трассе. Тарабукин и Назаров, как всегда, показывают свой класс. Они сегодня ехали 1-2 по темпу, но им, как сказать, у них случились такие рода интересные моменты, потому что Тарабукина, в общем, развернуло где-то на круге, по-моему, если не ошибаюсь, в шестом-седьмом. Я ехал вторым и уже потом вот этот инцидент, конечно, с круговым, я так понял, у Назарова, вывел меня, по сути, на первое место. В киберспорте есть две составляющие успеха. Острейшая интрига на трассе и относительная доступность всем желающим попробовать свои силы на виртуальном треке. Так что в следующем году интереса к чемпионату, скорее всего, будет еще больше.